Нефтекамский машиностроительный колледж по праву является одним из флагманских средних специальных учебных заведений и задает тенденции пути развития. Информационная технология – это то направление, которое уже многие годы успешно реализовывается в колледже. Мы пионеры по подготовке специалистов по этому направлению в городе Нефтекамске и вообще в северо-западе республики. Потому что еще в начале нулевых, в 2001 году, по-моему, у нас был первый выпуск программистов. Ну, конечно, тогда были другие условия, но сегодня невозможно представить ни одну отрасль экономики без информационных технологий. С каждым годом престиж рабочих специальностей только возрастает. Выпускникам средних профессиональных учебных заведений легко найти работу. Работодатели еще в период учебы проводят множество встреч, чтобы продемонстрировать преимущество именно его предприятия. На производстве растет и уровень заработной платы. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда практически перед любой безработицы. Огромное количество вакансий в наших крупных предприятиях, в том числе в предприятиях ОПК, оборудованного промышленного комплекса. И сейчас основная ставка делается именно на среднем профессиональном образовании. Это вчера было четко заявлено президентом Российской Федерации во время своего послания к Федеральному собранию Российской Федерации. В прошлом году Министерство образования и науки Республики был организован конкурс на предоставление грантов для модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений. Нефтекамский машиностроительный колледж стал одним из трех победителей этого конкурса, получив грант в размере 30 миллионов рублей. Вы сегодня здесь обучаетесь, будете обучаться в еще современном пространстве и у вас все возможности для дальнейшей реализации себя в жизни. Я, ну и в том числе, мы нефтекамск хотим видеть сильным образовательным центром не только Северо-Запад, но и в целом Республике Башкортостан. Из коллеги наши и многопрофильный колледж, и нефтяной колледж, и филиал Бирского медицинского колледжа, и педагогический колледж. Это наша большая система образования и действительно сильная команда, когда мы во главе с нашим руководителем Республики делаем систему образования в Республике сильнее. Эти средства были направлены на обновление оборудования и мебели в мастерских, а также на проведение ремонтных работ за счет собственных средств колледжа. В послании президента было особое внимание уделено образованию, но было сказано и о старте нового федерального проекта «Экономика данных». Мне кажется, ваша лаборатория, ваш центр может здесь внести существенный вклад в это направление. Желаю, чтобы вы действительно здесь профессионально росли, вы очень нужны республике. Во время торжественного открытия мастерских от имени колледжа были вручены благодарственные письма организациям, которые принимали участие в реализации проекта. Обновленные мастерские станут основой для обучения студентов по специальности информационной системы и программирования с квалификациями программист и разработчик веб- и мультимедийных приложений. Полина Сюткина, Дуарт Новиков, информационная программа «Ежедневник».